наконец-то у нас работа пошла в полном составе вчера ребята приходил ко мне клиентка и приходила правильно приходила ко мне клиентка и у нас опять заново завязался разговор по поводу ремонта очень много опять же вопросов я в прошлом в одном из видео вам уже подробно объяснил что такое там черновой ремонт и так далее но появляются такие вопросики знаете вот по пунктам наших договорных отношений вот человек допустим с нами заключил договор на черновой ремонт внес предоплату 30 процентов то есть все мы завезли материал и начали первый этап работы делать и вдруг у человека закончились деньги либо у человека есть ситуация такая в которую нужно нужно войти и платеж допустим человек не может сразу внести после того как мы сделаем мы не варвары ребят мы все понимаем поэтому всегда можно сделать дополнительное соглашение по поводу того что у вас какая-то сложилась ситуация приостановить тот же ремонт для этого мы и предлагаем вам отложенный ремонт что такое отложенный ремонт это момент когда вы прекрасно понимаете что у вас допустим нет денег полностью на черновой ремонт и вы не готовы сейчас этим заниматься ну финансы не позволяет то в принципе вы с нами заключаете договор вносите 30 процентов оплаты и мы можем завести материал разработать планировочное решение и отложить ваш ремонт но на срок до полутора примерно двух месяцев вот так сейчас этим предложением могут вполне себе воспользоваться такие жилые комплексы как фрукты например до которые даже вот лимонный там корпус да вот сегодня звонил нам клиент которые должны в первом квартале уже получить ключи уже сейчас можно сделать договор чтобы вы не переживали чтобы вы уже знали что мы оплатили вашими деньгами весь материал что не будет никакого подорожания потому что вы знаете в нашей ситуации в нашей стране может произойти все что угодно вот например прошлого года у нас как раз таки произошла вот эта вот ситуация с курсом доллара резко подрос люди из переживались вот но по крайней мере мы выстояли мы все свои обязательства выполнили поэтому не бойтесь если кто-то уже намерен с нами работать звоните уже сейчас мы сможем с вами найти точки соприкосновения были даже такие случаи когда человек прописывал договоре именно даты по которым ему более удобнее будет оплачивать то есть нет не обязательно то что мы в договоре сделали предварительные какие-то цифры да то есть если не полтора на два месяца можем растянуть ремонт если вам это будет угодно то есть проблем нет еще такой вопрос можно ли сделать допустим два этапа черновой ремонт то есть сделать наполовину там допустим оплатить 30 процентов первоначального взноса сделать допустим там какие-то работы потом приостановить сделать перерыв тоже можно без проблем есть возможность даже после чернового ремонта сделать например какие-то отдельные виды работы по чистовому ремонту мы тоже такие делаем например в основном мы делим как бы возможно для людей чтобы грязные работы были сделаны это кафельные работы и шпаклевание допустим или подготовка стен по покраску там под обои для того чтобы потом уже можно было приступить к следующему этапу чистовых работ когда уже будет квартире все чисто пропылесошены и так далее ну и давайте сейчас посмотрим александр наш прораб который находится у нас в центре сочи который закреплен и по догомысла в том числе присылает нам видео для отчета который мы публикуем и на нашем канале и на канале мастер house ну и соответственно нашим всем клиентам которые ждут от нас весточки что же на моей квартире там происходит давайте посмотрим классный такой сегодня солнечный день погода нас радует уже второй день после праздников вот такие стоят классные деньки я нахожусь на улице донской здесь я вам хочу показать квартиру в которой мы выполняли ремонт с нуля я сейчас как раз нахожусь на балконе это пятый этаж такой здесь большой балкон на балконе мы укладывали только керамогранит и устанавливали вот этим два светильника балкона здесь кстати два еще есть один выход со спальной комнаты ну что пройдем посмотрим какой у нас получился ремонт ребят начнем обзор с кухни-гостиной ремонт в этой квартире выполнен по дизайн-проекту ну и как вы видите здесь у нас фартук соответственно здесь у нас будет установлен кухонный гарнитур он будет до конца там просто не выложен фартук потому что будут установлены пеналы до потолка поэтому фартук там не нужен такая вот кухня-гостиная покажу вам ее с этой стороны потолки у нас натяжные свет уже весь установлен осталось поставить люстры они закуплены лежат в комнате буквально сегодня мы установим стены у нас покрашены вот такой серый цвет нейтральный сочетание с белыми тонами смотрится очень симпатично здесь у нас установлен mdf плинтус по всей по всему периметру и также фурнитура вся шнайдер она белая из отопления в этой комнате у нас радиатор установлен у выхода на балкон и также имеется теплый пол электрический вот они терморегуляторы для гостиной здесь у нас на стене присутствует на полу у нас керамогранит такой под дерево керамогранит симпатичный далее проходим здесь у нас две спальни двери раздвижные профиль doors таким вот образом они работают так вот смотрится все симпатично не мешаются то есть можно как открытые держать так и закрытые давайте пройдем от в эту спальню посмотрим здесь здесь у нас кстати на полу уложен кварц винил и подобрали его можно сказать что у него цвет практически один в один с керамогранитом без всяких порожков все сделали в один уровень заливали наливным полом вот поэтому получилось все очень красиво далее спальня цвет здесь на стенах такой же по освещению здесь будет люстра и вот подсветка карниза что также здесь есть из отопления у нас здесь только вот радиатор теплого пола спальни нет плинтус также по периметру мдс ну и кстати в этой спальне есть выход на балкон вот такой тоже не маленький балкончик на на квадрата 3 он есть вот это большой плюс далее следующая у нас спальная комната такая же дверь профиль doors раздвижная здесь также у нас уложен кварц винил и из отопления здесь также радиатор под окном светильники люстра которую установим буквально сегодня завтра ну и здесь у нас входная зона выделено место под шкаф гардеробный здесь у нас в шкафу щиток и самое интересное давайте посмотрим санузел здесь дверь обычная распашная тоже профиль doors давайте взглянем вот такие так таким вот образом здесь выполнен ремонт такая симпатичная плиточка ребят ну так у нас получился санузел необычный так скажем плитка у нас здесь мелкоформатная кирпичик кто называет ее кабанчик такая же у нас уложена на фартыки только здесь у нас затирка темного цвета антрациты это сделано специально чтобы выделить эту всю фактуру чтобы она не сливалась но и обратите внимание что плитка у нее плоскость не ровная неравномерная что придало для нас большей сложности в ее укладке потому что здесь очень много 45 угла вот это ниша которую мы подгоняли конкретно под вот это душевое ограждение кстати посмотрите как вам вот это решение мне она очень нравится она практичная в использовании и удобно и далее давайте посмотрим здесь у нас полочки такие вот симпатичные полочки получились и достаточно здесь много места можно и шампуни его размещены бутылки все все вместится тропический душ вытяжка потолок здесь также натяжной есть у нас полотенцесушитель он жидкостной не просто электрический то есть это так скажем лучшее решение нежели чем просто нагревательный тэн то есть он прогревает гораздо лучше и слушать также здесь установлен проточный водонагреватель он небольшого размера такая ниша у нас была она наверное ширину где-то сантиметров 30 и в глубину 20 вот поэтому обычный сюда накопительный не вошел вот ну и вот этого проточного водонагревателя в принципе для того чтобы принять душ вполне достаточно вот пользовались ну пробовали включали все отлично работает также здесь установлен унитаз будет же конечно еще мебель здесь будет будет шкаф все это будет шкафу зашито здесь у нас небольшой коллектор на горячую и холодную воду по минимуму так скажем но здесь место у нас до раквина она будет установлена во всю длину и здесь будет установлена стиральная машина но раквина еще к сожалению нет мы ждем как она придет конечно же сразу установим ребят ну такой у нас получился на мой взгляд очень даже симпатичный ремонт который может подойти много кому потому что здесь используются классические цвет цвета что касается стен серый белые двери белый плинтус пол от дерева у нас как многие любят поэтому оцените оставляйте свои комментарии очень интересно послушать ваше мнение кому что он понравилось кому не понравилось ну и кто бы что допустим добавил либо изменил всем пока ребят следующий объект у нас на сегодня также здесь неподалеку от новой зари он находится это жека три капитана вот наш второй капитан так скажем второй корпус на тринадцатом этаже у нас проходит ремонт небольшой квартиры 25 квадратов сейчас поднимемся посмотрим какие у нас нам работы уже выполнены работы мы кстати начали в конце прошлого года буквально там числа 28-27 поднялся на 13 этаж такие здесь еще раз покажу вам классные виды с 13 этажа на море на сочи давайте посмотрим квартиру что мы здесь успели сделать здесь перегородки мы никакие не возводили как от застройщика был санузел санузел выделен так мы его оставили в принципе все разместилось как положено то есть все нормально ничего переделать не пришлось штукатурка у нас здесь готова в комнатах в жилых помещениях у нас штукатурка гипсовая кнауф таким вот образом сделано здесь еще даже часть сырая это у нас ниша здесь гардеробная будет большой шкаф глубокий вот и все в принципе все вещи сюда войдут далее вот такое здесь пространство здесь у нас будет установлена установлен диван так скажем зона отдыха сейчас мы уже занимаемся здесь электрикой как видите прокладываем штробы просверлили подрозетники здесь у нас зона тв на этой стене и вот здесь кухонная зона где больше всего увидите электрических точек также здесь радиаторы мы оставили от застройщика это была просьба заказчика но переделали для по-нормальному то есть сами выводы для радиаторов они были просто с пола торчали но это не совсем правильно то есть мы сделали вот таким вот образом сделали стены здесь у нас труба шитый полиэтилен все в гильзах поэтому никаких проблем можно все что заливать смело эти соединения они будут стоять далее здесь у нас уже выводы сделаны канализации вода это у нас для мойки для посудомойки также уже вытяжка смонтирована и давайте посмотрим санузел здесь у нас также вот уже электрики ставят под розетники вытяжка для санузла это для для кухни она пошла далее здесь у нас будет душевая кабина сделан вывод канализации и вода горячая холодная полотенцесужитель здесь водяной были предусмотрены застройщиком выводы и мы решили здесь установить водяной полотенцесушитель вот здесь унитаз обычный напольник такой санузел и здесь вот кстати у нас будет раковина и стиральная машина принципе все вошло аккуратно будет стоять небольшая душевая 90 на 90 и здесь раковина большого приличного размера на метр двадцать чтобы стиралка у нас встала и в принципе 3 наверное здесь квадратных метров с небольшим все встало как положено все нормально вот такая квартира осталось нам прокинуть электрику и залить стяжку в принципе все готово ну и кстати дверь входную мы также будем менять сегодня и должны привести ну что ребят вот такие у нас изменения на наших объектах если вас заинтересовала тема ремонта то подписывайтесь обязательно на канал прожмите колокольчик чтобы не пропустить следующие видео следите за нашим каналом потому что у нас не только про ремонт про жизнь про наш прекрасный город сочи желаю вам хорошего настроения всем удачи пока